Культурные изменения, произошедшие в Украине за последние два года, являются фундаментальными. Они связаны с ценностями, памятью, традициями, моралью и справедливостью, понятиями, которые укрепляют ядро и обеспечивают преемственность украинской нации. Как отмечали многие комментаторы, культурное единство гораздо более прочное и стабильное, чем единство, основанное на классовых или пространственных факторах. Реконструкция коллективной идентичности происходит систематически в каждом поколении, процесс который видоизменяется и перекодируется под влиянием внутренней и внешней среды. Дух героизма, освобождения и самопожертвования является аксиомой для новых независимых государств. В 2013-2014 годах в Украине эти понятия приобрели особое значение в воображении украинцев. Эти понятия вышли за пределы пространства теории и романтизма, обретя контуры практического применения. Они стали модусами новых социальных практик и повседневного человеческого поведения, культурной основой единства и этнопсихологии, необходимость которых была вызвана революцией и войной. Майдан представлял собой, кавычки, пространство социокультурного перформанса, где конструировались новые виды идентичностей, национальные, социальные, политические и гендерные, как утверждала Тамара Хундарова. В своем эссе она продемонстрировала, что эти новые идентичности способствовали появлению новой креативной Украины, кавычки, мира новых возможностей и социальных практик, которые помогли улучшить ее морально, политически и интеллектуально, кавычки. Проблема территории и пространства так же важна, как и проблема идентичности и была одной из центральных тем в нескольких эссе этой антологии. И то, и другое лежит в основе российско-украинского конфликта и проявляется в дискурсах обеих сторон. Действительно, территория Украины стратегически и геополитически важна, и эта важность подчеркивалась многими авторами. По тем же причинам украинский историк Вячеслав Липинский определил географическое положение Украины как «неудачное» оспариваемое пространство, желанное и захваченное многими, отмеченное конфликтами и войнами. Похоже, что рутинная потеря и восстановление своих территорий укрепляет интеллектуальную, духовную и политическую волю украинцев к независимости. Вторгшись в Восточную Украину и ожидая там крымского сценария без сопротивления, Россия столкнулась с ожесточенными боями, организованными новым украинским правительством и волонтерским движением. К сожалению, Украина оказалась в одной лодке с другими постсоветскими государствами, чье существование находится под угрозой из-за спорных границ и оккупированных или сепаратистских территорий, что является проблемой, неразрешимой в ближайшем будущем. Примерно 10% граждан Украины проживают на этих территориях, и тысячи людей узнали, что такое война и перемещение населения в 21 веке. Религиозные общины раскололись, а «этнические меньшинства» в кавычках вновь попали в категорию националистов и экстремистов, как показали эссе Андрея Кравчука и Недима Усеинова. Лишенные имущества, работы и религиозных институтов, они переехали в другие части Украины. Некоторые эмигрировали за границу. Пространственные изменения порождают новую идентичность. Для одних это чрезвычайно болезненно. Другие воспринимают это как приключение. Революции, войны, перемещения и тюремное заключение связаны с принуждением. Они не только меняют географию людей, но и травмируют, уродуют и мучают их. Однако перемещение может также закалить и продвинуть людей морально и интеллектуально. Революции и войны меняют окружающую среду и места часто до неузнаваемости. После возвращения Савченко из российской тюрьмы, ее спросили о том, изменилась ли Украина. Она утверждала, что через два года открыла для себя новую Украину. У людей развелась повышенная чувствительность к лжи и несправедливости, и они начали мыслить и действовать независимо. Имперские амбиции России стали более прозрачными для тех, кто в прошлом тяготел к России культурно и политически. Для большинства жителей Украины также стало совершенно ясно, что российская деколонизация так и не началась. Война России в Украине ускорила процессы интеллектуальной зрелости и государственного строительства в Украине.